У РКМа Биталиева есть свой контейнер на рынке. Основной товар для продажи – это продукты. Сейчас она работает по патенту. Вопрос применения контроля на кассовой машине сегодня для неё весьма актуален. Однако женщина остерегается того, что при применении ККМ могут возникнуть дополнительные расходы. При этом объёмы налоговых платежей могут увеличиться. «Мы посчитали, что при годовом обороте в 8 миллионов нужно оплачивать единый налог в размере 4%. Это получается 320 тысяч. Но кроме этого мы оплачиваем аренду в размере 40 тысяч сомов в месяц. В итоге нам самим ничего не остаётся. Более того, мы можем уйти в минус. Поэтому при внедрении ККМ у нас возникают вопросы. Да и к тому же расходы на обслуживание ККМ есть. Да, возможно, небольшие, но в нынешних условиях у предпринимателей каждая копейка на счету». А вот Джанглай Юмиркул-Хызы, администратор магазина. Она отмечает, что при применении контрольно-кассовой машины отпала необходимость в предоставлении отчетов, поскольку с ККМ особенно нового образца работа заметно облегчилась. Сегодня при продаже товаров автоматически пробивается два чека. Один остаётся, другой сразу попадает в базу налоговой службы. «Контрольно-кассовая машина, и мы пользуемся вот уже два года. Очень удобный аппарат, особенно новый образец. Конечно, когда мы работали со старой моделью, нам приходилось пробивать чек на компьютере и ещё отдельно на ККМ. Потом нам приходилось предоставлять отчет отдельно по данным из компьютера и отдельно по чекам контрольно-кассовой машины. Сейчас же отчет формируется автоматически. Всё открыто и прозрачно. И у налоговой службы нам нет никаких вопросов». Как отмечают предприниматели, сегодня относительное применение ККМ недостаточно информации, поэтому у субъектов возникает много вопросов. Ранее глава Кабмина Аклбек Джапаров встретился с руководителями крупных столичных рынков и объяснил значимость нововведений. Уверен, что придет время, когда мы даже откажемся от налоговых проверок, так как ЭТТН и другие инструменты фискализации полностью будут отражать реальные цифры. Для индивидуальных предпринимателей, которые ведут свою деятельность на рынках и мини-рынках с годовым оборотом до 100 миллионов сомов, планируется ввести единый налог в размере 0,1% от выручки. Это приемлемо и не нужно никаких отчетов. «К примеру, если у субъекта за 12 месяцев выручка составит 50 миллионов, этот данный субъект должен будет оплатить 50 тысяч сомов за год. Для субъектов имеется личный кабинет. В личном кабинете налогоплательщик может отслеживать выручку своих торговых точек и составлять отчеты по данным личного кабинета и в электронном виде отправлять в налоговую службу». По итогам встречи главы кабина с руководителями крупных столичных рынков Акалбек Джапаров поручил Минэкономике разработать документы, которые позволяют отсрочить внедрение аппаратов для работников рынков до конца года. «До конца года освободить от применения контрольных кассовых машин. Это делается с тем, чтобы со стороны государства деньги выделены. Сейчас идет вопрос приобретения контрольных кассовых машин и распространение. Аналогично тому же, как и было в прошлом году. Пока мы начнем работу по подготовке брошюр, для того, чтобы предприниматели могли знать, как им действовать, что им надо для того, чтобы перейти под этот налоговый режим». Цельного введения обеспечить открытость и прозрачность в настоящее время более 65 тысяч субъектов пользуются контрольно-кассовыми машинами, сообщили в налоговой службе.